Иисус 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 Аминь Иисус аминь Поклоняемся тебе Иисус аминь святой благословляем имя Твое величаем тебя Аминь, Аминь, Аминь! Иисуа, Иисуа Поем тебе Иисуа Поем тебе Иисуа Как прекрасен ты, мой возглобленный Среди Тысяч и Тысяч Как прекрасен ты, мой возглобленный Среди Тысяч и Тысяч Как прекрасен ты, мой возглобленный Среди Тысяч и Тысяч Как прекрасен ты, мой возглобленный Среди Тысяч И Тысяч Иисуа 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 Поем тебе Иисуа 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 Среди Тысяч Иисуа Иисуа Как прекрасен ты, мой возглобленный Среди Тысяч Иису Иисуа 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 Есть сила Твоя, есть слава во веки. Аминь. В Твоём есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки. Аминь. В Твоём есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки. Аминь. В Твоём есть царство Твоя, есть сила Твоя, есть слава во веки. Аминь. Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава в обеке. Твое есть царство, Твоя есть сила, Твоя есть слава в обеке. Аминь. Здесь Твое царство, здесь великий Бог, Твоя сила здесь, на этом месте. Здесь Твое царство, здесь Твоя сила здесь, Твоя слава здесь великий Бог. Здесь Твое царство, здесь Твоя сила здесь, Твоя слава в обеке. Аминь. Здесь Твое царство, здесь Твоя сила здесь, Твоя слава в обеке. Аминь. Здесь Твое царство, здесь Твоя сила здесь, Твоя слава в обеке. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Мы благословляем Твое великое святое имя. И мы верим в Твое присутствие на этом месте. Мы верим в Твои открытые небеса, в Твою благодать. И я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись сегодня к каждому человеку. Благослови, исцели, дай Своё спасение, дай Свою милость. Мы любим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, мы превосносим Тебя и благословляем Твое имя. Аминь. Слава Иисусу Христу. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, будьте благословены. Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу, рад всех видеть. Всех приветствую и верю, что сегодня будет хороший день. День, когда Господь обязательно что-то сделает хорошее в вашей жизни. Знаете, ещё так недавно, до 24 февраля, приходилось всех убеждать в том, чтобы они верили Богу, молились Богу. Но сегодня время изменилось. Сегодня уже никого не убеждаешь. Все сами молятся и сами верят. Слава Богу. Что изменилось? Знаете, исполняется древняя, старая, всем нам известная пословица. «Як до горя, то и до Бога». Горе пришло в всю нашу страну. Люди страдают от горя, мучаются от этого горя, люди погибают. Мы теряем лучших людей нашей страны и сегодня, как никогда, важна молитва. Знаете, когда я бываю там, где идут бои на передовой, солдаты просят об одном. Не прекращайте за нас молиться. Жизнь зависит сегодня от случайностей, от каких-то вещей, которые мы не контролируем. И поэтому, если мы чего-то не контролируем, надо молиться, чтобы это Бог контролировал. Аминь. Бог может все проконтролировать. Сто процентов мы с вами увидим победу Украины. Сто процентов мы увидим мирную жизнь. Сто процентов мы увидим лучшую жизнь. Знаете, часто люди говорят, от кого это зависит? Библия говорит, прежде всего, прошу вас совершать молитвы за царей, за начальствующих и за всех человеков. Дорогие братья и сестры, от президента, от парламента, от министра, от командиров зависит в нашей стране очень многое. Поэтому мы должны молиться, чтобы Бог дал им мудрости, понимания, знания, принимать правильные решения. И Библия не зря говорит, что сердце царя находится в руке Господа. Поэтому наша молитва позволяет Богу действовать в жизни наших руководителей. От власть имеющих зависит очень многое. Поэтому Библия говорит, прежде чем вы что-то другое начнете делать, о чем-то другом начнете молиться, а мы сегодня помолимся за все хорошее, помолимся за здоровье. И я верю, что кому-то станет намного легче. Я верю, что какая-то опухоль пропадет, чьи-то глаза начнут лучше видеть, чье-то давление успокоится и будет нормальным, чей-то сахар упадет до пяти и девяти. Пусть Бог благословит. Мы об этом помолимся. Но прежде всего, Библия говорит, молитесь за начальствующих. Давайте мы поднимем свою правую руку к Богу и прямо вот так, сидя, помолимся за нашего президента, за наши власти. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, великий и святой всемогущий Господь. И мы молимся за нашего президента и просим Тебя, Господи, благослови, дай ему мудрости, силы в принятии решений, Боже, благослови, чтобы вокруг него были правильные люди, которые бы могли давать ему правильные советы, могли показывать ему правильную информацию. Боже, благослови, благослови, Господь, президента всех наших дружественных стран, которые помогают нам, которые дают деньги, оружие. Боже, благослови, чтобы Господь через них Ты действовал и Ты помогал нашей стране одержать победу. Мы молимся за президента Америки, благослови, Боже, и пусть эта поддержка не прекращается. Мы молимся также, чтобы Ты, Боже, послал свой страх в жизнь кремлевской власти, и чтобы Ты, Господь, как Ты это умеешь делать, сокрушил все гордое, все надменное, Боже. И я молюсь, чтобы Ты коснулся и к своей сильной рукой, Боже, принудил к тому, чтобы эта война остановилась и пришел мир. Мы поклоняемся Тебе, Господь, славим Тебя и превозносим Тебя, великий и святой всемогущий Бог. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Итак, друзья, хотел бы прочитать вам один стих из Библии, и в этом стихе есть притча. Знаете, Иисус очень хотел, чтобы мы с вами поняли, что такое Царство Божье. Но людям это очень трудно понять, потому что мы там не были. Аминь. И мы даже никого не знаем, кто там был. Вот, сомневаюсь. Так вот, мы даже никого не знаем, кто там был. Поэтому нам очень сложно это понять. И вот Иисус, когда пришел, Он три с половиной года объяснял людям, что такое Царство Божье и как туда попасть. Знаете, мы все когда-то умрем. И, ну, я верю, что всех, кто в этом же азале проживут 120 лет, но после 120 лет мы все равно умрем. Поэтому, ну, тут без вариантов, понимаете? Поэтому еще можно поспорить, родится человек, не родится. А вот спорить о том, умрет он или не умрет, уже нельзя. Люди все умирают, да? И все люди умирают. И когда-то давно все говорили, ну, все, человек умер, и все. После него ничего не осталось. Там могила на кладбище. Ну, память, может, какие-то фотографии там или еще что-то. Может, добрые дела какие-то, которые он совершил. Но сегодня люди задумываются о том, что человек – это не только там тело, это все-таки еще душа. И душа, она может жить отдельно от тела. И если душа может жить отдельно от тела, то когда тело умирает, сто процентов душа куда-то должна идти. Так вот, куда идет душа? Когда Иисус пришел, Он всем начал рассказывать, что есть Царство Небесное. Куда может пойти душа человека. И человек при определенных условиях, после своей смерти, он может оказаться на небе. Знаете, раньше с этим спорили. Раньше с этим не соглашались. Ну, вот, после революции достоинства все сказали, вот, смотрите, Небес на сотня. И все говорят, вот эти люди, они честные, они правдивые, они умерли за свободу Украины, и они сто процентов пойдут на небеса. То есть, знаете, мышление, слава Богу, меняется. Люди не говорят теперь уже, что, а, все ограничилось землей, в перегной, человек пошел, и о нем забыли. Все понимают, что люди могут жить дальше, только вообще совершенно в другом измерении, может быть, в другом виде, в другом царстве. И Иисус рассказывал притчами о том, как выглядит Царство Божье. И я вам прочитаю, наверное, самую короткую притчу Иисуса Христа о Царстве Небесном. Написано, еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Итак, Иисус вот такую картину нарисовал людям, понятную для них картину. Один человек получил информацию, что вот на каком-то участке земли, там поле какое-то, закопан клад, закопаны, может, золото, или драгоценные камни, или что-то еще. Он получил такую информацию, но это поле ему не принадлежало. Ему нужно было купить это поле, чтобы начать искать эти сокровища. И Библия говорит, что он поверил, что там есть сокровища, поверил в это, и все, что у него было, он все продал, и на эти деньги купил это поле. И теперь, когда это поле уже его, то он сто процентов найдет это сокровище. На чужом поле тебе никто сокровища искать не разрешит. Поле нужно купить. Все поле. Ты не можешь купить кусочек поля и сказать, вот там тебе сокровище, продайте мне, потому что ты даже не знаешь, где находится это сокровище. Поэтому тебе приходится покупать все поле. Знаете, с чем я постоянно сталкиваюсь? Когда люди приходят в церковь, или приходят там, я не знаю, к батюшке, в православную церковь, или в такую, как наша, в протестантскую церковь, или в католическую церковь. Вот я недавно общался с таким хорошим человеком, епископом католическим, римо-католическим. И, ну, знаете, у нас очень много общего. И мы всегда практически об одном и том же разговариваем, и у нас одни и те же проблемы. И знаете, что интересно? Что одни и те же люди к нам ходят. Ну, похожие. И проблемы у всех похожие. И нужды у всех похожие. И вот, когда я вижу, как люди приходят в церковь, их вообще поле не интересует. Их сразу интересует сокровище. Если человек получил плохой диагноз, он приходит и говорит, исцелите меня. Исцелите меня, и я пошел. Мамочки приходят и говорят, пастырь, уже все, уже все, уже докололся сын до ручки. Уже все вынес, уже дома ничего нема. Вот помогите. И все. Ну, понимаете, Бог так не действует. Он дает сокровище вместе с полем. Поэтому хочешь сокровище, надо приобрести все поле. А ты говоришь, я не хочу поле. Мне, пожалуйста, сокровище выдайте. И я пошел. То есть, вот вы сейчас все себя узнаете. Господи, я пришел, порешай мои проблемы, и я пошел. Все. Знаете, иногда люди заходят в церковь с такими вопросами странными, такими интересными. Они говорят, а Бог может дать мне там миллион долларов? Может. Так пусть сейчас даст. И я пошел. Знаете, мужчина пришел, говорит, у меня рак легких. Помолитесь, и я пошел. Я говорю, пойми, вопрос в том, Бог исцеляет. Я это видел много раз. Я видел исцеленных людей от рака легких. Но здесь так это не действует. Все действует в комплексе. Ты хочешь чудо, но к чуду тебе придется еще молиться. Ты хочешь чудо, к чуду тебе еще придется открыть Библию и что-нибудь там вычитать. Ты хочешь чудо, так к чуду тебе нужны еще верующие люди. Знаете, почему тебе нужны верующие люди? Я тебе расскажу. Потому что не верующие люди расскажут тебе о проблемах, расскажут тебе о войне, расскажут тебе о политике, расскажут тебе о еще каких-то вещах, а верующие люди расскажут тебе о Боге. Вот почему. Тебе нужно не просто чудо, тебе нужна церковь, где есть верующие люди. Люди приходят за сокровищем, но Бог говорит, я тебе не покажу, где она. Покупай все поле, полностью. Господи, а можно не все поле? Нельзя. Мы с вами должны стать частью народа Божьего. Мы с вами должны полюбить молитву. Знаете, когда мы читаем о жизни Иисуса, мы видим, Он много молился. Если вы прочитаете в Библии, Он каждую ночь уходил на гору, чтобы молиться. И когда Он спускался с этой горы, мы видели, что происходило. Он воскресал мертвых, Он исцелял больных, Он выгонял бесов, Он успокаивал бурю, Он умножал хлеба. Кстати, в это последнее чудо я с каждым днем все больше и больше начинаю верить. Почему? Когда до войны мы пытались помочь людям продуктами и хотели в Харькове раздать малоимущим людям там 10 тысяч продуктовых наборов, и мы закупили их и потратили на то время 1 миллион гривен. Это было так тяжело. Я еще полгода долги отдавал. И думал, Господи, второй раз у нас так, наверное, не получится. Так я вам скажу сейчас. Вот только в Харькове, в Харькове, в одном Харькове мы раздали уже 90 тысяч продуктовых наборов. 90 тысяч. В Киеве раздали 50 тысяч продуктовых наборов. Представляете? И оно откуда-то берется. Это что происходит? Это наш Господь. Он творил чудеса. И знаете, когда ученики смотрели, почему у Иисуса чудеса получаются, а у них не получаются, они поняли секрет. И этот секрет – это молитва. Ты не можешь получить что-то от Бога, если ты отказываешься с Ним общаться. Нам нужно научиться молиться. Знаете, люди говорят, пастырь, а какими молитвами молиться? Я вам скажу, война разрушила многие религиозные правила и традиции. Почему? Потому что многие люди воевать пошли, не зная никаких молитв. Но когда вот там летает все, то оказывается, молиться они умеют. И все это выходит прямо из души, прямо из сердца. Знаете, я всегда говорю солдатам очень простую историю из Библии. Я говорю, знаете, был такой царь, Езекия, этому царю пророк Божий, авторитетный Божий человек, он сказал, сделай завещание, потому что ты умрешь и не выздоровеешь. А ему было 39 лет. А ему пророк сказал, Бог тебе передал, сделай завещание, ты умрешь. Но если Бог сказал, кто может спорить с Богом? Знаете, вот сейчас многие рассказывают, вот там есть пророчество такое, что Украина будет уничтожена. Есть предсказание такое, что Украина, атомная бомба на нее упадет. Есть еще такое предсказание, что там Львов будет столицей, а Киева не будет. И вот все рассказывают, рассказывают какую-то ерунду, постоянно рассказывают, рассказывают, рассказывают. И все говорят, это Бог сказал. Это Бог сказал. Кто может спорить с Богом? Дорогие мои братья и сестры, если ты молишься, все можно изменить. И знаете, этот человек, он услышал слова Божьего пророка, который сказал, ты умрешь, ты не выздоровеешь, сделай завещание. И он повернулся лицом к стене и совершил молитву. И в этой молитве он произнес всего 21 слово. И это не были слова какой-то особой молитвы. Там не звучали слова ежеси на небеси. Там не было каких-то странных словосочетаний. У него был просто крик души. Знаете, как мама, которая видит, ребенок на дорогу побежал, и она кричит, Господи! Это что? Это уже молитва. Да? Это уже молитва. Одно слово. И смотришь, машина остановилась. И ребенок назад побежал. Аминь. Что произошло? Богу не всегда важно, чтобы там было много правильных слов. Богу важно, чтобы там было правильное сердце. И когда он повернулся лицом к стене, и знаете, что он сказал? Он сказал простые вещи. Он сказал, Господи, ты что, забыл? Я же тебе верно служил. Я для тебя все делал. Я же жил фактически для тебя. Что ж ты вот это меня? И даже 40 лет я не отмечу, забираешь. Не хочу умирать, Боже. Жить хочу. Вот так он сказал. И Бог обращается к пророку, говорит, возвращайся. А тот уже на левый берег уехал. А он ему говорит, возвращайся. Что такое? Планы поменялись. Почему? Человек помолился. Если ты хочешь Божьи сокровища, тебе придется научиться молиться. Если ты не хочешь молиться, сокровищ не будет. Для того, чтобы найти сокровища, надо работать на поле. Надо пройти все это поле. Слушайте, Библия. Библия. Какая книга, Господи. И это же самое лучшее. Это не просто книга, братья и сестры. Это целое поле. И когда ты по этому полю гуляешь, и работаешь в этом поле, и изучаешь это поле, и читаешь это поле, поверь, для себя ты здесь найдешь сокровища. Здесь есть и твое исцеление, и твоя свобода, и твое счастье, и твоя счастливая семейная жизнь, и твои хорошо воспитанные дети, и твоя спокойная старость. Там есть все. Да. Читай Библию. Знаете, я из шахтерского города, и когда я читал Библию, я даже нашел там обещание для шахтеров. Там написано «Из глубины взываю к тебе, Господи». Вот. Услышь меня и ответь мне. Да. Это для шахтеров. У Бога здесь все для всех. Просто на этом поле надо работать. Я, прежде чем прийти к Богу, прочитал много книг. И после того, как пришел к Богу, тоже начал читать много книг. И, мало того, не остановился на этом. Знаете, закончил еще пару вузов, еще и защитил диссертацию, еще и стал кандидатом философских наук. Но я вам скажу так. Меня жить научила Библия. Философия жизни не учит. Философия рассказывает о том, кто, что, как думал. А Библия рассказывает о том, как нужно жить. Если ты хочешь найти сокровище, тебе придется взять это поле. Это поле называется Слово Божье. В Словом Божьем есть ответ. Я знаю большое количество людей, которые искали исцеление. И они читали Библию. Читали Библию. Читали Библию. И знаете, когда они читали Библию, вдруг человек нарвался на место из Библии, где было написано, ранами Иисуса Христа вы исцелились. И знаете, умный человек, он заметил такую вещь, что эта фраза написана в прошедшем времени. И он задал Богу вопрос. И сказал, Господи, ты написал, что мы исцелились, а я болею. Не состыковка. И знаете, когда ты ищешь ответ в Библии, он находится. Что говорит Библия? Библия говорит, что вера – это сердцем веровать, а устами исповедовать. Если ты в сердце положишь Слово Божье и начнешь говорить своими словами правильные вещи, то все, что ты правильное скажешь, оно будет в твоей жизни. Говори правильно, и будешь жить правильно. Верь правильно, и проживешь хорошую жизнь. Вместе с сокровищем подается Библия. Не хочешь… Знаете, я помню, одна женщина написала в редакцию гневное письмо. Гневное письмо такое. Это было в 90-х годах, где-то, ну вот уже там в начале, может, 93-й, 95-й. Знаете, она написала такое гневное письмо. Она говорит, представляете, я пришла крестить ребенка, а меня этот батюшка противный заставил купить Библию. Говорит, зачем она мне надо, это Библия. Мне надо ребенка покрестить, и все. Знаете, вот то, что я наблюдаю сегодня, у нас люди умеют и читать, и писать, и считать, но у нас тотальное духовное невежество. Причем, оно идет сверху и до низу. Такого нету, что, знаете, вот там наверху, там депутаты все соображают, все понимают. А ну это, понимаете, просто люди обычно не понимают. Никто не понимает. 99% журналистов, они до сих пор не могут разобраться, что такое церковь, что такое не церковь. Все, что не православие, а то секта. Вот. Такие, знаете, глубокомысленные размышления украинских журналистов. Все, что не православие, а то секта. А вы не знаете, что православных всего 150 миллионов в мире, и большинство из них живет в России? Не знаете это? А я вам говорю. А вот католиков 1 миллиард 200 миллионов. А протестантов, к которым мы себя относим, 800 миллионов. В три раза больше, чем православных. Да ладно! Да да! Представляете? Но мы с вами находимся в духовном невежестве. Потому что кто-то там через газеты, через телевизор, он говорит, а это секта, а это вот настоящие верующие. Сейчас, когда этих настоящих верующих выяснили, что там половина ФСБшников, говорят, ну, наверное, не очень настоящие верующие. Наверное, не сильно настоящие верующие, потому что что-то они все в ФСБ служат там, все с погонами ходят, да? Что-то не очень, наверное, верующие. Послушайте, дорогие, я никого не унижаю. Но я хочу сказать, что нам нужно иметь просвещение. Если ты будешь читать Библию, которая описывает, какой была первая церковь, то поверь мне, ты никогда там не найдешь ни одной иконы, ни одной дымовухи, ни одной брыскалки. Ну, нету там этого. Нету! И это написано в Библии. Ты говоришь, так а где это взялось? Вот уж. Сам не знаю, где это взялось. Что-то где-то всегда берется. Вот. Что-то где-то берется. Читайте, дорогие, Библию. Библия поможет вам изменить свою жизнь к лучшему. Библия принесет вам мир в сердца. Аминь! Знаете, я перечитал множество книг, в том числе философских. Ни одна из них не даст тебе то, что тебе даст Библия. У меня есть один товарищ, посол Южной Кореи в Украине. Так вот, когда я с ним общался, он мне говорит, каждое утро с пяти до шести, знаешь, что я делаю? Я говорю, что? Читаю Библию. Читаю Библию. Этот человек был послом в Соединенных Штатах, сейчас он посол в Украине. Богатый, умный человек, представляющий очень богатую и процветающую страну, которая закидала весь мир своими Самсунгами, своими что там у них еще? Киями, своими там этими Хундаями, весь мир зашвыряло, да? И весь мир на них ездит. Умные люди. Почему? Потому что все читают Библию. Вывод. Читать надо Библию. Вот. Романы читать тоже можно. В свободное от Библии время. Унесенные ветром тебе судьбу не построят, а Библия построит. Если ты начнешь подражать героям романов, твоя жизнь к лучшему не изменится. А если ты начнешь подражать Иисусу Христу, твоя жизнь обязательно изменится. И знаете, еще все поле. Что такое все поле? Это наше отношение. Это наша церковь. Мы же собираемся здесь не просто чтобы молча постоять, а чтобы пообщаться, чтобы каждый мог поделиться своим опытом, чтобы вы могли послушать, какие чудеса Бог творит на этой земле. Знаете, в церковь приходят разные люди. Церковь это то место, где, наверное, как в бане, все одинаковы. там нет больших людей и маленьких. Я помню, у меня в церкви на одной скамейке сидели три раза отбывавшие наказание наркоман и городской судья. И три раза отбывавшие наказание наркоман он был верующим дольше, поэтому он судье рассказывал, как правильно молиться. Такое бывает только в церкви. Такого нигде не бывает. Да? Знаете, вот мне без разницы какие люди. Вот без разницы. Мы должны любить всех людей. Всех без исключения. Потому что Иисус любил всех людей. Когда Он отбирал себе народ в ученики, Он их не в верхах набирал. У Него в команде ни одного депутата не было. Представляете? Ни одного богача не было. Не было ни одного представителя царской семьи. Да и сам Он родился в семье плотника. Поэтому с детства знал, что такое стружки и колючки. Если кто-то был плотником, знает, что такое стружки и колючки. Стружки даже в пупе, а колючки во всех местах на руках. Да. И Он работал. Он был как человек. Он прожил как человек. Он старался прожить всю человеческую жизнь. Знаете, когда Он родился, в этот день Герод придумал перепис населения, поэтому им пришлось уехать из своего города и приехать в Вифлеем, и не было места в гостинице, и нашего маму, нашего Господа, Марию поселили в конюшне, в хлеву. Поэтому родился Иисус не в парокамере, а родился Иисус в яслях. Ясля – это такое корыто, из которого животные едят, если есть, что есть, а когда нет, что есть, едят корыто. Когда Иисус родился, царем был Ирод, это такой же придурок, как и Путин. Он приказал убивать всех младенцев, потому что ему казалось, что родился кто-то и будет его конкурентом. И убивали младенцев, и не знаю, сколько убили младенцев. За время войны в Украине сейчас убили 380 человек. 380 детей убили за время войны. Это то, что посчитали. Я думаю, мариупольцы бы добавили. Потому что мы знаем, сколько горя производят эти ироды проклятые. И вот этот ирод, он такой закон сделал. Он сказал, давай всех детей убьем. И мама Иисуса с его отцом. Они взяли его на осла и убежали, стали беженцами, убежали в Египет и жили два года в Египте. Пока у этого жизнефрения кончилась. Понимаете? Потом он вернулся, жил в Галилее. Галилея это было такое место в Израиле, ну не очень престижное, знаете, как Луганское область приблизительно. Поэтому я думаю, если бы ты с Иисусом встретился, то он бы тебя сто процентов понял. Вот все бы понял. Он понимал людей. И мы должны друг друга понимать. Поэтому поле это не только сокровище, это еще наши отношения. Давайте строить отношения. Знаете, мы просто отдаем людям то, что у нас есть. Продукты помогаем, чем можем. За эти шесть месяцев я перечислял со своей карточки деньги людям, которых я никогда в жизни не видел и никогда не слышал про них. Просто когда тебе человек пишет и говорит, я сижу в подвале в Чернигове и у меня стреляют танки и у меня есть возможность выскочить там купить кусок хлеба, я даже не знаю кто это. Понятно, что ты помогаешь. Но знаете, намного лучше будет, если мы не просто будем кому-то помогать, а если мы будем знать друг друга и помогать друг другу. Это будет лучше. Потому что так можно будет и предвидеть какие-то вещи. Так можно будет и чувствовать какие-то вещи. Да и всегда ли людям нужно помогать только продуктами? Очень часто людям нужно хорошее слово, помощь, поддержка, просто чтобы кто-то тебе что-то хорошее сказал. Ты говоришь, пастырь, ты знаешь, я вот боюсь к себе в душу кого-то пускать. А то же говорят секта квартиру заберем. Секта квартиру заберем. Вы почаще этих рогатых слушайте. Почаще слушайте. когда мы вытащили из наркомании больше 10 тысяч человек, больше 10 тысяч, нам говорили, это вы специально у наркоманов хотите квартиры позабирать? Так вы ж менты у них уже все забрали. Когда они к нам дошли, у них уже ничего не было. вы же прокуроры все попереписывали. Вы же наркоманы все попереписывали. Позабирали у них все и нас обвиняете. У меня друг один есть. Он капеллан с 14 года в 110 бригаде. Хороший человек. Мой одногодка, ему тоже 57 лет. он мне рассказывал, как у него менты квартиру забрали. И он говорит, я убежал в ваш город, купил пистолет Макарова и хотел его убить, этого мента. Но говорит, покаялся у вас церковь. Говорит, пришлось пистолет выкинуть и пришлось, говорит, никого не убивать. А знаете, сейчас он капеллан в полиции. Я говорю, видишь, Господь дал тебе шанс их воспитывать. Не надо убивать, мне кажется, можно воспитывать. Представляешь? Так вот, у нас должно быть общение, должна быть дружба, должны быть взаимоотношения, потому что именно так мы можем помочь друг другу. И принцип очень простой. В трудные времена люди всегда становились ближе. Люди всегда становились более открытыми, более чувствительными. Поэтому поле, поле, это не только сокровища, это еще и наши отношения. Аминь! И это то, что мы должны развивать. Знаете, дорогие братья и сестры, у меня есть две молитвы. Первая молитва за исцеление. Я хочу, чтобы Бог сегодня совершил чудо. чудо в вашей жизни. Я видел эти чудеса. Я видел огромное количество людей, у которых были диагнозы нежильцов. Нежильцов. Но они потом молились. И все изменилось. Поэтому я верю в исцеление. Я в него верю. это одно из сокровищ, которые Бог предлагает нам всем. Для меня это загадка. Иногда человек первый раз зашел и сразу чудо получил. Такое бывает. Почему? Ну, так Бог действует. И вторая молитва. Я хочу помолиться, чтобы Господь простил все наши грехи. Знаете, Иисус умер для того, чтобы все грешные люди, они могли получить прощение. И каждый из нас, мы не лучше и не хуже друг друга. Ну, конечно, ты можешь себя считать лучше, чем другие. это твой выбор и твое решение. И может быть, ты и прав. Но у всех у нас есть маленькие или большие грехи. И все эти грехи Господь хочет простить. Почему? Потому что Он на землю для этого и пришел. Для этого Он стал человеком. Прожил 33 года как человек. Его распяли, над ним поиздевались. Его прибили ко кресту. Он умер, его похоронили. Потом Он воскрес. Об этом напоминает нам сегодняшний день, который в календаря даже коммунисты не выкинули. И все мы знаем, что хороший день это какой? воскресенье. Вот. А коммунистический день это понедельник. Да. А воскресенье это хороший день. Почему? Потому что Христос воскрес. Для чего воскрес? А в Библии написано для нашего оправдания. Чтобы мы были оправданы. чтобы мы не были обвиненными, а были оправданы. Потому что дьявол хочет всех обвинить, а Иисус хочет всех что? Оправдать. Но для этого человек должен какой-то шаг сделать к Богу. Сто процентов. И как я уже сказал, это молитва. Без молитвы это не происходит. Давайте сейчас мы все-все поднимемся на свои ноги. Склоним свои головы, закроем глаза. И я попрошу каждого подними свою правую руку вверх, правую руку вверх. Каждого, каждого. Кто-то высоко, кто-то так чуть-чуть подними. Ну пожалуйста, подними. Подними свою правую руку вверх. Пожалуйста. Вам же не тяжело это сделать. Сделайте это. Сделайте это. Если у вас рука поднимается, сделайте это. Дух Святой, ты сказал в своем слове, что когда вы возложите руки на больных, больные будут здоровы. я молюсь сейчас за каждого человека. И пусть в каждой поднятой руке будет сейчас сила для исцеления. Исцеление от всех немощей, от всех болезней. Пусть будет сила восстановления здоровья. Пусть будет сила для того, чтобы уничтожить вирусы, уничтожить опухоли, чтобы восстановить организм. Дух Святой благослови. Пожалуйста, если у тебя есть какая-то болезнь, положи правую руку на это место. Может быть, у тебя много болезней, тогда положи руку на сердце. Дух Святой, я молюсь за каждого человека сейчас. Прямо сейчас, Дух Святой, я молюсь, чтобы ты прикоснулся и исцелил каждого. Есть женщина, которой каждый день ты переживаешь очень сильные боли в коленях, боли в коленях. Прямо сейчас Дух Святой тебя исцеляет. Просто принимай свое исцеление. Есть человек, у которого сильные боли в пояснице. Будь исцелен прямо сейчас. Есть кто-то, у кого глухота в правом ухе. Будь исцелен во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух Святой Христа я молюсь, чтобы всякий дух немощи болезни убирался вон из этого места. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы сердце было восстановлено, ритмы были восстановлены, в шум ушах пусть уходит прямо сейчас. Я молюсь о полном восстановлении желудка и пусть язва уйдет, пусть полностью восстановятся стенки желудка. Я молюсь, чтобы гастрит ушел. Дух Святой, мы принимаем Твое полное исцеление, полное восстановление. Я молюсь против гепатита С. Я молюсь сейчас против паралича, против последствий инсульта. Я молюсь, чтобы восстановились руки, ноги во имя Иисуса. Бау, ты обребили, щит полного, сила исцеления, я говорю, всякой болезни и небо щит. Убирайся вон с этого места, из этих людей, из этих жизней. Мы молимся тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, и мы принимаем Твое Слово, которое говорит, что ты послал Своё Слово, исцелил всех, и ты сказал, что ранами твоими мы исцелились. Я принимаю это во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Спасибо тебе, спасибо тебе, Иисус, слава тебе, мы поклоняемся тебе, мы благословляем Твое великое и святое имя. Аллилуйя, Дух Святой, спасибо тебе. Давайте еще несколько минут постоим вот так в присутствии Божьем. Сейчас еще исцеляющая сила Божья работает над вашими делами. Аллилуйя, Дух Святой, сила исцеления. Спасибо тебе, спасибо тебе, Иисус, мы верим в твою исцеляющую благодать. Спасибо тебе, Господь. Вся слава тебе, Иисус, вся слава тебе, вся слава тебе, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Есть женщина, у которой через диабет онемевшие пальцы и холодные пальцы на ногах. Бог касается тебя, будь исцелена сейчас, прямо сейчас. Я принимаю это исцеление. И есть человек, у которого сильные боли, тройничный нерв, сильные боли. И Господь тебя исцеляет, просто принимай это исцеление верой. Спасибо тебе, Господь, мы поклоняемся тебе. Мы благословляем тебя, Иисус. Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Аллилуйя, слава тебе, Иисус Христос, мы благословляем тебя. Я в присутствии Твоем руки поднимаю, Ты в сердце мое. Сей душой тебя, мой Бог, благословляю, Ты все во всем. Сей душой тебя, мой Бог, благословляю, Ты все во всем. Я в присутствии Твоем руки поднимаю, Ты в сердце мое. Сей душой тебя, мой Бог, благословляю, ты все во всем. Аминь. Давайте мы закроем свои глаза еще на одну минуту и помолимся еще одной молитвой. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим господом, никогда не каялись в своих грехах, вы никогда не открывали свое сердце для Иисуса Христа, вы никогда не приходили к Богу так, чтобы однажды и навсегда. Я с вами очень хочу помолиться. Иисус Христос прощает грехи. И этот греховный груз он снимает с нас, и Библия говорит, что даже с детей наших. Да. Почему? Потому что у каждого есть какой-то греховный груз. Я не хочу вспоминать плохие вещи, я не хочу вспоминать грехи. Но они есть у каждого. Кто-то просто врал, кто-то делал аборты, кто-то еще что-то делал. Но Иисус, Он умер на Голгофском кресте, чтобы простить все наши грехи. Если вы никогда не каялись в своих грехах, никогда не принимали Иисуса Христа, никогда не просили Его войти в ваше сердце, я очень хочу с вами помолиться. Если вы хотите вместе со мной помолиться этой молитвой, чтобы Бог простил все ваши грехи, пожалуйста, поднимите свою правую руку вверх, чтобы я за вас помолился, и я с вами помолился. С вами помолился. С вами помолился. Хорошо. Мы будем молиться прямо так. Держите свою руку прямо, высоко. Давайте закроем глаза и вместе со мной вслух. Давайте закроем глаза. Поднимите выше руку, поднимите выше руку. Давайте закроем глаза и вместе со мной вслух скажем. Иисус Христос, я прошу Тебя, прости все мои грехи, своей кровью, омой меня, очисти, освяти. Я принимаю Твое прощение, оправдание, милость. И с этого дня я говорю, Иисус Христос, мой Господь, и моя жизнь под Его защитой, исцелением и свободой. Аминь. Слава Иисусу Христу!